да друзья всех приветствую очередной раз алексей позвал в дилинговый зал на выступление говорит давно уже не было скопилось много вопросов вот до 2 месяца по сути последний раз я выступал 9 июня 23 года видео вышло 12 соответственно вот ключевая фраза вообще которая вот после этого видео на текущий момент это вот это значит и не говорите что я вас не предупреждал соответственно потому что ну очень много соответственно было там и рекомендации советов идеи которые там прекрасно себя отработали значит какие-то свои сделки покажу сегодня вот это все обсудим ваши вопросы также я узнал алексея скопилось много вопросов вот алексей вдохновился начал инвестировать вот в него к я предполагал то что это будет вопросов просто масса алексей до лед тронул соответственно те кто начинают заниматься инвестиции вопросов сразу же много вот собственно как бы постараемся на сегодня сегодня все ответить на все вопросы вот вначале но эти начнем тогда с сделок моих соответственно хотел показать там чего было последнее время значит это у нас позиция была в глобал трансе у меня уже была бумага довольно хорошая позиция соответственно я просто чуть-чуть докупался тут вот немножко двигаю рынок соответственно своими объемами вот здесь вот если то видите это просто там один из счетов там вошел я ребалансировку делал просто поэтому там маленький объем а здесь уже как бы двигаю вот в чем здесь идея глобал трансе было то есть я не помню когда покупал 16 число на на юнита вот здесь идея в том что значит компания я ожидала то что будет 3d мицелляция то есть будет переезд компании из ее основе кипрской юрисдикции не знал правда куда но там предполагал то что какую-то друстную юрисдикцию как минимум вот собственно значит почему покупал потому что раньше компания уплачивала дивиденды около 92 рублей вот при этом у нее сейчас финансы вернулись на то на тот уровень который был раньше соответственно то есть она может начать выплачивать если у нее техническая возможность появляется а стоила она 500 рублей соответственно вот вы имеете ввиду у вас дивиденд почти 100 рублей ожидаемый форвардный а стоит 500 как бы бай не бай вот как вопрос ну соответственно естественно как бы это на покупку можно рассматривать если решается вопрос с дивидендами ну то есть середами целяции вот в итоге что что произошло они в итоге переехали объявили о переезде но не в россию а в абу-даби соответственно это тоже там типа как такая типа международная биржа там соответственно вот она является дружественной для нас юрисдикция это и в принципе в теории они могут как бы они должны договориться еще с московской биржи центральным банком начну с нрд это московская биржа чтобы как раз таки иметь возможность заплатить дивиденды оттуда из абу-даби в россию двинуть деньги это возможно движение денег там ходит вот поэтому соответственно global транс жду по нему дивиденды еще у нас там какой-то был график еще его полный нет вернемся еще я потом еще раз покажу то есть там принципе он еще в принципе он интересен еще хотя он уже довольно сильно отрос ответственно от 500 от 500 рублей то есть мои как бы это в тому как бы я докупался здесь еще раз повторяюсь дальше следующая сделка это акции нтс как видите закрылся на самых аях вот здесь было примерно половина позиции закрыта чуи там на следующий не закрыл всю почти позицию которая была у меня в мтс вот почему закрыл вот ну трейдеры сидящие здесь скажут что уровень сопротивления да алексей но это это исторический максимум и соответственно мтс а там и тринадцатого года уровень там и двадцатого там и двадцать первого и так далее вот но есть фактор закрытия не как бы и технически тоже но основной не этот компания как вы знаете мтс дивидендная крова она выдаена то есть ее там последние там годы они уплачивали как бы дивиденды и байбэк делали в долг вот и сейчас уже как бы тесновато то есть чтобы дальше увеличивать дивиденды уже на тяжелое то есть они могут это делать это очень как бы мелкими шагами скажем так в итоге как бы это было перед дивидендной отсечкой дивиденды были там 34 рубля около этого вот я понимаю то что но скорее все следующий год будет дивиденды но мы можем такие же а у вас бумага стоит 300 почти 50 вот то есть у вас даже уже творожный дивиденд ну около десяти процентов див доходности получается при этом вы больше ничего не получаете с мтс вот когда есть другие идеи где доходности выше об этом чуть позже естественно как бы вы будете перекладываться поэтому я как бы если долгосрочно держать конечно можно задержать долгосрочно но прям вот в моменте там на горизонте год если вы управляете более активно как я управляю допустим как управляющий тогда лучшее решение было закрыться здесь и практика показала мтс потом во первых она скорректировалась потом дивиденды гэббл и она еще упала соответственно поэтому и сейчас до сих пор я считаю не особо прям привлекательно хотя как бы как книгу квази облигацию удерживать в принципе можно но опять-таки я на нее пока не глаз не положил так сказать дальше дальше алексей значит это вот сколько заработал спросите значит сколько заработал нижняя значит линия синяя это индекс московской бирже полной доходности с начала года он сделал получается 50 они ну да получается около 50 процентов стратегиям и показалось 3 сделал два дня назад 76 но уже уже 80 на сегодняшний день на дату съемки соответственно вот как вы понимаете портфель на крупный вот мы подсчитали примерно да там почти уже полмиллиарда прибыли вот да то есть очень-очень прилично вы сразу можете спросить типа дмитрий ну рынок-то растущий каждый сможет на таком-то сделать в чё ты навпариваешь ты вот сделай двадцать втором году деньги и так далее я вам скажу я даже управляющих не знаю кто смог даже сейчас там прям так вот обогнать индекс хотя бы на какой-то более-менее приличную величину на текущий момент условно то есть на большом капитале по крайней мере это сделать не так просто более того вот здесь же когда этом говорил еще в конце двадцать второго года вот и не видишь не предупреждал что как бы нужно мужество иметь чтобы покупать когда все плохо то есть конце двадцать второго года да как бы ну там были предпосылки определенные об этом у нас видео целое было стратегии соответственно дамы вот но как бы не все покупали многие считали что ну там немножко там отрастет типа я там закроюсь все там или там свое отбил и дальше типа не буду значит сидеть в акциях типа очень риска много многие купили тоже сбербанк по сто но продали по сто шестьдесят его потом типа мне хватит прибыли но если вы понимаете то что вас потенциал гораздо больше значит на восстановление почему бы не посидеть еще вот это первый момент и следующий слайд алексей второе возражение которое тоже так услышал вот но хотя последнее время их мало типа но в рублях то индекс вырос а в долларах ты покажи доходность вот вам долларах пожалуйста плюс 30 вот нормально я думаю нормально вот я еще не читал бонусы надеюсь будет хорош это сделано дивидендных акциях вы должны понимать вот это моя стратегия где на рантье вот я как управляющий вот на нее сейчас приходит все больше и больше людей я сожалею то что не приходили вот здесь хотя ну я не знаю я уже скричал с каждого тебя то что нужно заходить ну вот уже когда плюс 80 тогда как бы аукнулась туда уже народ начинает идти в инвестиции но еще потенциал есть сразу скажу то есть это не ты точно не максимум еще дальше алексей давайте акции рассмотрим значит вот что было в портфеле что есть портфеле белуга я помню сергей сидел сергей трейдер алексей здесь в конце получается декабря в декабре мы делали запись значит и он спросил типа дмитрий да вот типа вот вы классно выписались белуга была у нас рекомендациях там скриншот ставим потом типа почему она не растет белуга да вот ну в общем мой топ вот это вот это всегда вопрос такой да это шанс возможность а потюнете или значит стоит бежать но не знаю многие просто фонды не берут белуга потому что типа не не ликвидны особо но я допустим беру ее и на крупные суммы он спрашивал вот здесь сейчас вот здесь была цена примерно вот тут вот середина графика этого почему не растет ну два конца как говорится как перед гаевский вот почему но как бы на самом деле в рынок просто пришли в речи деньги на рынок грубо говоря она была очень дешевая белуга пришли дивиденды потому что они продали собран международной белуга соответственно вот образовалась как бы такая разная прибыль большая плюс компания идет немножко с опережением своей стратегии и можно себе позволить дивиденды вот сейчас текущая дивидендная доходность по белуге даже мне даже больше десяти процентов получается в годовом выражении вот вот я не знаю там скорее все видео выйдет уже там уже должен sd объявить дивидендов за первое полугодие между рублей 200 там вот мы не знаю но итоговый дивиденд более важен чем промежуточный на который будет но белуга прям сейчас я уже и не покупаю честно говоря то есть я уже даже не докупаю потенциал еще вижу там около семи тысяч не остается вот это потенциал здесь видел еще и о нем говорил чтобы понимали типа у меня некоторые виска крутили как типа может акция вырасти там типа с два два восемьсот там на 7000 типа какие-то эти слишком высокие абсайды ну вот и не говорите что не предупреждал дальше ну не покупаю сейчас уже то есть на холде еще одна бумага это было прошлое выступление евромедцентр я объяснял идею редоминцелляция в основе многие компании которые бизнес которых россии находятся но головная структура холдинговая находится за рубежом допустим как в емце она была в кипре на кипре вот но были предпосылки то что компания скорее всего будет переезжать да ну и там оставаться нет смысла потому что не дивиденды не могут выплачивать то есть вот на бы крупный мажоритарь да вы держите там 70 процентов компании ну какой вам смысл сидеть просто как бы вот у вас компания работает но вы денег какие не получаете естественно у вас какой-то выход должен быть и я уже говорил это либо разделение бизнеса как яндекс сейчас хочет сделать либо или киеве допустим либо это значит у вас переезд в какую-то либо дружесную юрисдикцию либо вообще в россию емце в россию переезжает соответственно ну и молодцы соответственно вот жду по ним большие дивиденды жду около 100 рублей вот тут еще есть потенциал потому что это в чем фишка емце кстати многие не знают как бы это премиальная клиника у которой цены в евро курс евро видели все сегодня и не говорите что не предупреждал дальше дальше алексей вот эта тема которая наверное тоже многие мы многим интересно очень есть такие акции сейчас сбыты значит всякие значит электросети но именно такие электросети не не первого эшелона скажем так вот допустим ростите кубань тикер кубе а вот значит многие не понимаете по чудеса на графике изображено я алексея горю знаете так вот этот такой был этот додж коин вот это типа того тнс энерго там дальше будет график у нас это все про это типа вопрос почему не так растут то типа ну есть какой-то дивиденд может быть там как белуге не знаю или там сбербанк или настолько экономика кубанского региона настолько сильно выросла что пришлось переоценивать бумагу там с 60 рублей до значит 500 не я не знаю конечно чего них там творится как бы может там штаб одноизвестные ком войны компании был но тем не менее значит вряд ли это он сделал соответственно такие штуки почему это происходит вы должны понимать если вы откроете сайт компании до условно русите кубань откройте акционерный капитал такую штуку ну там раздел на сайте есть акционерный капитал и вы там увидите кто владеет русите кубань вы удивитесь 99 запятая 71 процент держит фск россети головная компания материнские россети акции в свободном обращении 29 сотых 29 сотых фри флоут у компании я не знаю если у меня большое желание будет я могу то же самое делать мы можем все скинуться и то же самое делать с любой акции подобного рода ну просто фри флот низкие очень маленькие объемы да они как бы повышен если вы так на график посмотрите объемов еще этой бумаги они как бы повышены объем у нее это относительно нее повышенные то есть она даже не поднимается в топ и значит по обороту торгов так то есть там обороты небольшие плюс как бы есть такая вот эффект это об этом говорил часто царихин типа эффект реактивации рынка когда видят то что есть рост и поэтому покупают из-за этого рост еще больше становится вот это тоже самое здесь происходит сейчас вот я думаю многие на это хуже попадали это как пам-пан-дам стратегия по сути то есть когда у вас вот на криптовалюте очень популярная тема это очень мне у меня вообще есть подозрение то что какой-то трейдер пришел из крипты кто-то фонд пришел а я знаю такие фонды есть кстати которые начинали на крипте а сейчас пришли на фондовый рынок российский и как бы не знаю мощный принцип остались управление те же и поэтому они так и делают здесь на самом деле вы же видите все этого классика константин савельевича ходит интервенция крупного капитала вот они зашли дальше там отстаивается цена не падает то есть крупный игрок зашел ему он даже не разгружается здесь он сейчас разгружается уже а пока здесь нет вот еще он зашел вот вы должны быть там если вот вопрос о том а как находить такие акции уже тоже было видео пом в марте запись наше я тоже говорил смотрите смотрите за графиком значит где есть такие вот конструкции у вас здесь потихонали здесь фундаментала нет она стоит по и 30 примерно у кубани это по и быть дороже гугла блин ну серьезно ну у вас растите кубани дороже гугла получается по мультипликаторам то есть понятно что это как бы очень дорого но такие истории находить легко достаточно если вы пролистываете графику делаете watch-list себе там каких-то какого-то эшелона условно да и листаете графики постоянно как как трейдеры это это ридерская тема на самом деле это не инвестиции вот и как бы если видите такие вот истории на графике ну все значит можно ее купить там стопик поставьте все условно какой-то вот и высиживаете идеи пока не будет у вас там не знаю x2 и так далее как можно еще делать опять-таки говорил в одном из прошлых видео просто покупаете делаете посев как как на криптовалюте то же самое много разных проектов мелких это венчурные инвестиции закидываете какую-то небольшую сумму вот вы раскидали допустим вальтко это альткоин условно вот да и дальше просто ждете пока это все будет выстреливать вот есть только такая история может быть такие вот ребята как я допустим я это покупать просто не могу вы должны понимать не мне декларация запрещает такое делать вот поэтому я здесь это не сделаю но в принципе как бы как частный инвестор вы зарабатывать на этом можете это беру мосбиржа как бы молчит по сути да они там прокомментировали типа повышенная влатильность есть ну и как бы ладно больше ничего нет вот думаю понятна тема это то есть как покупать это не надо если что вот для тех кто не понял дальше индекс ртс давайте прокомментирую индекс значит как раз таки да в долларах получается и российский рынок не растет грубо говоря но вот тут опять-таки немножко неправильное отображение как бы индекс ртс это индекс ртс без дивидендов это не total return это не полная доходность российский рынок дивидендный то есть он здесь этот индекс не учитывает дивиденды а в дивидендах карантина немножко другая будет у вас вот соответственно он как бы вот аргумент частый тут тоже слышал типа но с 2005 года индекс вообще не вырос ну и он вырос с дивидендами просто вырос вот вы должны понимать но в целом да идея здесь простая почему расчет вообще принципе российский рынок сейчас целом потому что девальвация рубля идет почему не девальвация рубля чуть позже обсудим но как бы то что индекс показывает такую динамику это да следствие того что у вас одновременно с долларом переоценивается рынок акций вот может ли дальше расти на рынок акций может может ли дальше доллар расти ну я думаю то что уже возможно где-то мы видим здесь уже локальный максимум уж точно вот дальше алексей еще вернемся к доллару сбер вот сбер это индексная бумага номер один самая большая доля в индексе а вторая доля у лукойла вот обе бумаги получается если вы сложите висаях это 25 процентов всего индекса московской бирж то есть куда пойдет сбер куда пойдет лукойл туда пойдет индекс грубо говоря нога на пальцах значит сбер но эта фраза к нему настолько применимо это каждое видео каждое вступление ну ладно я уже не буду больше возвращаться к этому уже сказали все значит если потенциал сберия давайте так есть значит плохо ли ему от девальвации давайте такой вопрос я задал лично менеджменту этот вопрос не сказать вообще нет вообще нет типа плохо ли вам это рост оставок но если плавно то вообще нет значит вот такие ответы будете ли вы пересмотреть прогноз они пересмотрели его соответственно пока не будем но давайте будем консервативными итоги такие значит то что во первых идут они лучше чем они ожидали с начала года кредитный портфель выросли примерно 20 процентов с начала года это как бы основа бизнеса вы должны понимать банка кредитный портфель то есть он с него генерит деньги грубо говоря это основной доход нам почти 70 процентов выручки условно среди на портфеле идет вот то есть для них на самом деле ситуация сейчас нормально ли им лишь бы росла экономика более того я же еще говорил раньше что как бы сбер как бы он начинает перетаскивать как бы кредиты по сути западных банков которые были наши компании которые получали себе забирать грубо говоря вот то есть там они допустим заканчивают кредитный кредит а здесь они берут его соответственно потому что раньше не могли финансироваться на западе а сейчас компания не финансируется на западе поэтому никуда приходят на рынок они переходят втбк сберу там к остальным бумагам нашим банкам и поэтому как бы это ед есть некий драйвер также роста кредитного портфеля по юрлицам допустим и поэтому сбер как бы сейчас по сути он является бенефициаром кризиса по сути потому что эта история с переездом значит кредитов в россию по ему помогает может ли он дальше еще расти ну какое-то время может но уже не такими темпами соответственно да я тоже нужно понимать поводу экосистемы там ну не знаю пока это вообще не интересно я считаю вот такие еще есть моменты могут быть дивиденд на вот какой драйвер еще остается да он как бы уже стоит один капитал на текущий момент но дивиденды я ожидаю по нему соответственно около там 33-34 рублей цена акций 265 ну то есть доходность там 12 примерно да где-то так получается дивиденд это интересно потому что еще и компания у нас получается голубая фишка на то есть она вряд ли она будет прям отсекаться по 12 доходности то есть скорее всего доходность будет там 10 9 не знаю так далее то есть я вообще жду обновления максимум возможно не до конца года по сберу но там следующем году надеюсь это будет то есть фактора для этого есть дальше и это росбера фактор для роста рынка целом дальше строгут нефтегаз а.п. значит помню вот свое выступление 9 июня я сказал всем то что купил вот здесь с утра прям потому что отчет вышел потому что было видно то что кубушка кубушка в сургуте валютная сохранена по крайней мере большая часть ее в валюте сохранена вот мы сейчас видим статистику cb по депозитам юрлиц в валюте то есть там она депозиты растут то есть сургут не распродал по крайней мере вот но опять таки курс видели все у него только от переоценки там доход на акцию если в дивиденд пересчитать сразу будет рублей 10 там 11 наверное ближе к 12 вообще плюс еще нефтяной бизнес сейчас тоже на подъеме потому что цена нефть рублях на на максимум вот то есть дивиденд мы если курс зафиксируется текущем значении вообще там около 100 дивидендом будет рублей 17 18 у вас бумага 50 рублей стоит да может доход разовый от переоценки будет но даже если мы дальше берем но рублей там не знаю 67 он может выплачивать каждый год в принципе особенно если немножко будет конвертировать дальше в рубли допустим свою кубушку поэтому потенциал остается много рублей 60 70 он в точно должен стоить вот так вот и дивиденд здесь будет огромный должны понимать огромный вот вот записывать видео вижу люди вот это опять к вопросу кубани энерго там и прочих тнс энерго там ноги были сбыты ну цене график посмотрели кстати с ребятами соответственно ну то есть это вот история криптовалют нам скорее вот когда какой-то игрок входит значит да там один робот начинает собирать позицию до какую-то ваша задача просто найти вот эти вот первые посылы этого когда у вас это как бы история вот такая же алексей это штридинг у вас там акция вот так допустим да там вот как вот здесь ситуация у нас объемов нет ничего нет потом как бы у вас импульс какой-то идет да ну вот допустим импульс да а дальше у вас как бы коррекция идет но коррекция не вниз а коррекция вправо тоже один из видов коррекции тоже вот тут объемы да у вас какие-то большие соответственно тут объемов допустим маленькие все были вот объем большой и здесь допустим у тоже вас будут какие-то там небольшие бену чуть повыше но все это уже сигнал вам на пробой консолидации вы заходите или просто можно купить какой-то столбик там поставить не знаю уже вот это трейдерская тема это трейдерская тема напоминаю это не инвестиции вот но как бы либо инвестиции как вот по типу я сказал как венчурного портфеля где у вас там 30 бумаг вы забрасываете по чуть-чуть по всем ждете пока все выстрелит но идея вот такая ты это паттерн просто почему он такой вот опять бумага неинтересно начинает заходить какой-то фонд вот он как бы раз купил собрал все что было в стакане допустим и еще кто-то ему накинул окей а дальше допустим многие же как какие-то бумаги держит вот такие вот там с прямом приватизации не знаю они видят ого на бирже выросла дай-ка продадим там мы же в минусе были столько давайте продадим и он таким образом пылесосит позицию себе вот продают а вот поэтому на якобы падает такая корректируется потом опять он такой раз еще начинает все что выгребая все что в стакане есть и дальше а уже здесь у вас эффект реактивация рынка о чем значит царихин все время говорит значит своих книги фондовый рынок и мир вот опять-таки сейчас покупать не надо в тоже я уж просто как пример привожу как на этом принципе можно зарабатывать но предупреждал марте еще дальше алексей global транс как раз таки вот я говорю за что я покупал по 500 добавлялся точнее ну вот часто он уже у нас стоит 680 что ли вот здесь где в нет может быть рублей 90 при переезде то есть он еще повыше должен быть вот покупаю допустим уже акция сильно выросла стоит ли брать ну купите чуть-чуть ее то есть у вас допустим позиция там планируемая пять процентов портфеля возьмите на один процент возьмите на полтора выходе вы следить начнете потом вы не знаю как будет там коррекция какая-то ну да купите побольше вот вот и все вот вся система и все записывается да 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 дальше алексей давайте доллар вот как раз хотел прокомментировать вот для всех трейдеров вас тренд восходящий вы же все видите его ну вот торгуйте стопик следует ценой ну давайте просуждаем хорошо на курс там стол да хорошо это ли не для экономики давайте с этого начнем хорошо в целом но возникают начать риски чем дальше тем больше их какие риски я уже был тоже говорил это вот выступление которое было например пересматривать вам всем значит не стратегия то что у вас значит дефицит бюджета курс доллара и инфляция и ставка вот четыре пункта они между собой связаны если вы делаете одно у вас другое возникает другой двигается если вы одно контролируете вас 3 двигается вот вы знаете прекрасно я говорил то что будет дефицит бюджета он есть сейчас мы это видим значит он провоцирует как бы по сути и значит какие-то бюджетные траты там огромные и там и кубышку начать распродавать и так далее вот это все по итогу влияет на курс на инфляцию инфляция разгоняется на дно было вот в марте в точнее в апреле что ли или мая не помню уже разгон пошел припляться уже больше 4 процентов значит доллар да здесь еще какой момент есть глобально на него влияет конечно платежный баланс сейчас он очень сильно ужасает это что значит то что экспортные потоки припали а импорт на месте стоит да либо даже растет соответственно поэтому он такой но как бы мы знаем даже сейчас не очень подорожала да то есть и при этом спрят сузился между брендом и url сам наша не стоит сейчас там минус 14 долларов от бренда условно может так посчитать это больше 7000 рублях всем нефтяникам это прекрасно всем это исторический максимум не считая всплеска вот этого значит по нефти вот то есть они все зарабатывают по идее они должны давить на курс но с каким-то лагом это делается там ну не знаю две недели три недели то есть скорее всего приток будет сейчас валюты нефти долларов на рынок будет вот поэтому как бы жду что то что будет скорее все корректироваться почему так растет еще да не знаю я вижу какого-то игрока на самом деле стакане крупного который вот вот все дни толкает если его нет то цена вот вот свечами вниз идет не знаю может ли это быть какой-то банк не знаю может ли это быть потому что пусть вот бсп бспб да там опять-таки скрыты у него в отчетности операции с валютой скрыты при этом у него огромная прибыль и не такой уж там большой там процентный доход получается возможно он химичит возможно какие-то другие банки это делают есть еще у нас закон вышел же про редмицелляцию его название как-то там в общем о значит регулирование системно значимых экономически значимых организаций там такой пунктик есть то что они в принципе компании при переезде потом могут выкупить доли иностранцев вот но с дисконтом возможно компании сейчас начали начали закупать валюты какие-то поэтому они так толкают курс вот но я говорю курс то он уже политический курс то есть нужно уже вмешиваться это уже та ситуация когда начнется паника потому что если курс превали превышает 100 у вас все заголовки всех сми в мире будут а про то что курс 100 соответственно вот поэтому как бы это провоцирует панику провоцирует более высокие инфляционные ожидания и поэтому потом тушить пожар придется ростом ставки а это плохо для всех и для фондового рынка кстати для всех акций вот и для дивидендных акций и так далее вот поэтому надеюсь то что выйдет не знаю цб или кто-то еще значит минфин не знаю и все-таки скажут хотя бы какие-то словесные интервенции сделают но либо уже меры более жесткие типа как значит требование о продаже блюдной выручки обязательно вот это уже вкус придавит соответственно какой может быть я думаю то что 90 85 это оптимальный курс вот это кто то что будет нормально и для экономики в целом значит и для нас и там для не знаю экспортеров импортеров это вот курс наверное оптимальный но курс то это слишком на самом деле то есть вот если вот чего касательно счастье вот я бы не покупал уже ничего я бы валюта сейчас не брал да уже вот а возможно там спекулятивно путов чуть-чуть набрать можно на вопрос ну может быть чуть-чуть да так дальше магнит значит магнит вот магнит это та компания которая скупала баксы как раз таки под что потому что они объявили тендерный выкуп иностранных долей вот сейчас расчеты у них происходят соответственно они уже объявили то что выкуп закончен вот они сейчас рассчитываются может быть как с этим уж магнит докупать соответственно не знаю ну вот такая такая история значит в чем здесь прикол магнита он делает как бы смотрите у вас компания сказала я готова у всех вы купить акции по на 2215 рублей вы смотрите на рынок блин 6 5 600 будете продавать магнита не будете но некоторые инвесторы будут продавать какие которые вообще не могут ничего получить от магнита а тут им шанс дается у вас либо замороженный актив и вы продавайте с дисконтом больше 50 процентов что сейчас есть но естественно магнит естественно народ потянется у кого заблокированы акции магнита не резиденты вот и по итогу значит получается магнит выкупает значит собственные акции с дисконтом к рынку это всегда позитив если это как бою это как дивиденд у вас получается почему потому что у вас по итогу тендерного выкупа этого уменьшится количество акций в обращении вот а прибыль то останется тоже то есть у вас как как-то сказать то у вас пирог как бы остался тем же а но количество кушающих уменьшилось больше ли он достанется больше поэтому магнит должен стоить больше просто ну целевая цена мне по нему там восемь девять тысяч примерно вот в тот ориентир по магнит просто счет байбэка этого и он сказал то что он еще готов покупать дальше ну хорошо есть иди сам дивиденд если он раньше мог быть там рублей 500 600 он сейчас будет там 800 900 соответственно из-за этого потому что опять таки пирог тот же даже больше стал там потому что компания выросла но количество едоков так сказать уменьшилось дальше скажи идеальное объяснение байбэка вот такого так дальше здесь мосбиржа если мосбиржа здесь индекс московской биржи но опять таки вот писта по графику вас потенциал исторический максимум там 4 200 по индексу почему он может вырасти потому что есть такие бумаги к лукойл как сбер как сургут нефтегаз это ядра индекса девальвация помогает лукойлу сургуту газпрому даже газпром даже может вырасти уж что что растет последним да как правило вот господин выросли когда уже индекс будет 4000 будет подталкивать его то есть как бы девальвация позитивно влияет на доходы экспортеров поэтому а индекс это почти половина там не половина там больше там процентов 70 что ли это экспортеры вот поэтому естественно как бы факторов для роста индекса еще много опять-таки вопросы рисков я все время про это говорю там там то у нас контрнаступление было мы сейчас видите там затухает все были вот сейчас новая тема мы солится с мобилизацией там каким-то частично какое-то обновление там не знаю войск и так далее возможно каких-то таких новостях условно геополитических возможно как бы рынок и скорректируется процент на 10 там не знаю вот ну а так пока его ничего не держит для дальнейшего роста глобально то есть какая-то геополитика да он может упасть а так только технические коррекции как у нас сейчас есть вот поэтому как бы я смотрю скажем так осторожно оптимистично на рынок немножко в кэше почти десять процентов удержу вот этот результат который будет 80 процентов это же с кэшем я не заходил полностью в акции как я предупреждал в стратегии своей вот ну как бы вот так дальше алексей что еще у нас новотек вот новотек одна из бумаг в топе у меня до сих пор как-то там черемушкин укладывал пост если новотек ниже тысячи рублей его нужно покупать это правило работы с 2017 года он как только опускался ниже тысячи его потом выкупали вот но здесь просто банальное объяснение компания в этом году уже открывает новый проект свой arctic spg 2 дальше будет мурманский спг 27 год а еще кстати вот тоже там тоже вопрос был типа но это же маленькая доля там значит по газу значит не-не-не-не-не вы не туда смотрите газ внутри россии и экспортный газ два раз на газа скажем так по разной цене просто не продаются как раз таки новотек наращивает экспортный газ в два раза удваивает экспорт вот вот чем смысл новотека поэтому он так растет цеть даже несмотря на падение цен на газ вот и у меня он есть у меня хороший портфель вытягивает плюс там не забывайте там большая часть контрактов привязка к нефтяным ценам во первых и они долгосрочные поэтому как бы в нем он да там спотовый газ упал сейчас в европе да вы все видели там 360 что ли вот но в целом значит еще потенциал и у новотека остается а этот газ не особо сильно так прям влияет так на него вот так что новотек но покупатели прямо сейчас только на долгосрок скажем так в моменте уже ну цена плюс-минус уже приближается к справедливо я жду вообще максимум по нему опять-таки вот если будет максимум я скажу так но это нормально вот я не скажу что дорого дальше алексей что там ничего лукойл вот вот такой эта бумага которая первых может пойти по пути магнита принципе то есть выкупить акции у иностранцев это первое что не могут сделать вот хотя это опять таки цепи это не любит там и так далее но допускаю то что этому возможно соответственно а вот ну и сама по себе компания должны понимать цена на нефть рублях 7000 долларов в 7000 рублей а бочка нефти сейчас стоит даже больше ну вот а здесь стоило меньше вот а компания надо бывает почти столько же сколько добывала до кризиса соответственно вот это чем говорит о том что скорее всего да у вас значит будут и рекордные дивиденды здесь вот ну и надеяться на акции также будет на рекордах есть все просто рублей 800 900 заплатит скорее всего лукойл за двадцать третий год знак сейчас 6 200 ну то есть 8 9000 для него адекватно дальше x5 о это история значит во первых как бы акции очень долго были в бок вообще очень долго были в бок значит и вообще там не на них не влияло у меня была позиция удержанная я просто держал их соответственно там где-то там чуть там подпадал где-то чуть-то купил так далее вот но как бы в чем здесь была вся идея компания шикарная одна из моих любимых компаний вообще x5 прям вот они бизнес очень четко ведут бизнес значит напоминаю это пятерочка перекресток чижики сейчас ну и там миноритарные доли у них в некоторых еще там сетях есть так вот значит я говорил то что бизнес с бизнесом все шикарно то есть растут феноменальными темпами делают тактические сделки и манды то есть поглощение такие мелких игроков сетевых в регионах вот темпы роста выручки почти 20 процентов маржинализм чуть-чуть перепала что последнее время но вы глобально она не падает у нее вот то есть компания очень быстро растет она уже крупная здесь выручка больше двух триллионов в x5 значит вот все классно вот шикарный бизнес одна проблема была регистрация голландская это гдр к как бы вот по идее вот у вас есть недооценка хороший бизнес вот все есть вам нужен один драйвер редмицелляция только одно нужно вот и я сижу слушаю путина значит как на новый год было у него выступление на пмф в июне 16 что ли июня он говорит то что мы где я там сказал поручил что мол будем упрощать значит процедуру перерегистрации тем компаниям которые препятствуют перерегистрации x5 жаловалась то что и препятствует перерегистрации из голландии вот для них по сути для x5 для евраза для еще ряда компаний придумал был закон вот этот вот путинский мы вставим там скриншот этого закона x5 попадает под критерии этого закона то есть это по сути они у них есть в корпоративной структуре вот заметьте это значит x5 retail group там nv там нв да дираловская компания у них в россии есть чит о x5 корпоративный центр так и называется оошка вот скорее всего как я понимаю это оошка выйдет на биржу и вы сможете обменять вот эти гдр на это акции этого x5 значит корпоративный центр условно вот либо они как-то переедут прям по классике не знаю там сделают это в итоге то есть уже вас появляется шанс на переезд я это понял когда путин сказал еще что будет закон про этот я что делаю я удваиваю позицию по x5 в этот же день удваиваю акции даже припали к концу дня вот я так подумал думаю блин уже очевидная же тема почему не покупают типа потому потом проходит время какое-то я в отпуске в этот в время был в июле я смотрю каждый день x5 шпарит просто на огромных объемах ничего новости не было никакой потом пока закон объявили уже вот не помню когда вышел а 28 июля по моему 20 20 июля дома рассмотрел его то есть бумагу выкупили под этот закон вопрос еще такой да вот сейчас ли поздно ли покупать сейчас еще я скажу я еще купил я еще купил почему да потому что она должна стоить два раза дороже от текущих цен ну потому что он такой бизнес то есть там и дивиденды большие там не знаю там и темпы роста это лидер в это не знаю это голубая фишка она должна стоить дороже если торгуется в россии и оплачивать дивиденды вот у меня таргет по ней 4 даже больше 4000 соответственно вот то есть да это интересно особенно под переезд вот я говорю будет новость про переезд x5 в этот день планка будет вот это единственное что с ней так сильно отросло до своих справедливых значений еще вот дальше а ну все это последний слайд был так вопросы итак первый вопрос каково на ваши сегодняшний вот на сегодняшний день ваше мнение по поводу правильной структуры портфеля что там должно быть акции облигации золото валюта смотрите вот эту тему я подробно разбираю на наших курсах на всех ну как я веду да это от меня до 1 инвестиции там это в базовом формате выдается и на инвестиции на миллион там это прям подробно мы это разбираем в двух словах у вас всегда должны быть значит портфеле не только акции нельзя быть на сто процентов загруженным в акциях почему спросите вы в чем проблема во-первых паспорт и будет очень волатильный то есть а готовы ли вы к этому возможно ста тысячах рублей вы готовы к волатильности когда у вас там гуляют он постоянно но не знаю на 100 миллионах вряд ли вы будете готовы к такой волатильности вот то есть уже как бы это первый пункт ответственно потом мы же все знаем примеры 22 года в россии кризис происходит каждые два года каждые два года я пришел на рынок четырнадцатом году кризис был шестнадцатый год цена нефть была низкая восемнадцатый год дел скрипалей двадцатый год коронавирус двадцатый год эсфо 24 год выборы предупреждаю значит вот так что у вас каждые два года кризис если будете в портфеле на полностью в акциях у вас будет очень большая волатильность вы будете депрессовать вы будете спать плохо вот то есть поэтому надо трейдить но поэтому соответственно вам необходимо уже хотя бы из этого фактора алексей иметь что-то еще что-то еще что стабилизирует ваш портфель вот как раз таки для этого и созданы облигации портфеля именно поэтому мы их добавляем туда есть же не только у вас классические российские облигации которые сейчас рост ставки типа не будут падать и замещайки замещайки есть разные есть длинная замещайка 37 газпром допустим которая тоже волатильна а есть допустим короткий там 23 газпром 24 газпром там фосагра 25 это короткие облигации замещающие и это у вас валютный инструмент это валюта по сути она у вас низковлатильная и доходность там девятая сейчас валюте ну соответственно стоит ее держать она у вас будет стабилизировать портфель конечно и другие допустим короткие офисы какие-то первые шелон облигации соответственно это тоже все подходит под эту цель она будет стабилизировать стабилизирует портфель ваш потом какой еще самый такой момент когда случается кризис все бегают денег нет ни у кого как бы и цена вкусная газпрома сбербанка по 100 а купить не на что а у вас есть облигации вот допустим те же офисы с переменным купоном в кризисные моменты да они чуть проседали но не просто летом со 100 процентов надо на 98 слов то есть не 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 на 50 процентов падения было вот поэтому это ваш как бы источник ликвидности так сказать который будет стабилизировать портфель вот так что пропорции но я этому на курсе с этим все очень вот всем рекомендую старт по-моему в октябре у нас но может быть там и раньше можно посмотреть от 1 1 инвестиции там один из уроков конкретно про портфель вот обязательно всем курс дешевый вот кто хочет более подробно и все инвестиции целиком обнять на это да вот последний с этим вот у нас был поток инвестиции на миллион 3.0 шикарный был поток вот просто я прям там не бенефис там был в этом курсе вот сразу скажу прям я очень доволен то как я отвел его там было у меня 7 лекций так что вот кто еще не записался записывайтесь дальше следующий вопрос какие сферы для инвестирования вы сейчас посоветуете сферы имеете ввиду сектора или как сферы вы можете инвестировать в алкоголь крепкий я тоже инвестирую можете в себя инвестировать сферы разные инвестиции есть есть криптовалютный посев вот как бы самое главное нужно замыкаться кстати на тока фондовом рынке российском вот или допустим сейчас все видят рост акций начнутом акции биржа российский не вообще не факт то есть вас должны быть разные значит источники инвестиций до дохода и так далее если конкретно про секторы какие вот начале года было понятно то что транспорт сектор будет неплохим то что банки будут неплохие неплохо себя чувствовать но сейчас прям до какого-то сектора выделить не могу на самом деле вот прям отстающего нет глобально еще потом еще потенциал есть там в банках там в там не знаю в ретели допустим том же но там специфические истории там редмицелляция там и так далее такой вопрос был так и так еще один вопрос если смысл рассматривать акции второго эшелона если да то на какой срок и признаки отбора посмотрите у вас опять таки вот акция можно определить на три эшелона все российские это там ну что на головы и фишки первый ушел он назовем то так второй ушел он это бумаги типа не знаю там сиге же там те которые либо входят в индекс там с маленькой долей либо вообще не входят в индекс московской бирже там белуга допустим это второй эшелон а есть третий эшелон вот что имеете виду алексей третий эшелон это русский кубань вот такие комп конторы тнс энерго сбыты всякие но тнс это и сбыта на вот то есть если третий эшелон вы имеете ввиду тогда но я говорю сейчас я уже ничего не вообще бы ничего не брал вот но в целом как это работать пассивное инвестирование либо трейтинг на этих бумагах а второй шелон иметь да нужно конечно там часто бывают такие вот золотые истории как белуга допустим которые как бы долго времени росли они были дешевые они были понятны начинают плачать дивиденды там и приходит народ более того я скажу как как это вообще происходит все вот есть какая-то бумага да значит и она начинает плачать дивиденды к ней и внимание инвесторов и внимание аналитиков а там где аналитики в покрытие допустим она много сейчас тоже белуга и в звери есть явную читаю сбер там из версии биви берет и альфа-банк и берет и как бы раз ее берут ребята аналитики пока покрытие берут значит за аналитиками точно стоит управляющий вот вам источник ликвидности роста так что второй шел он да это надо брать а третий эшелон ну я говорю я не беру вот там вот один меньше меньше значит 0 3 процент free float в этом растите кубань поэтому такой нет так дальше вопрос еще тогда микрофон пожалуйста да на такой вопрос сколько свободных денег вот при таком большом портфеле держите себя как бы под акции или под покупку я уже говорил то что у меня 10 процентов сейчас кэша было и доходило до 20 практически вот в буквально начал в мае какие-то я как бы как управляющий я регулирую размер позиции то есть если я вижу то что мне нужно конечно больше сейчас хочу вот допустим не ожидаю падение индекса как мне это сделать выходить полностью из акций но если у вас совсем крупный портфель вы это вообще не сделаете вы обвалите рынок просто вы и будете двигать его собственно вот если в этом средней там руки до средней руки а средний там размер управляющий вы будете просто регулировать размер кэша кто-то делает хеджирование типа через ртс ну вот по поводу сейчас по хеджировать ртс вас на месте стоит как вот соответственно а так что ну вот ответил думаю весь процент кэш вот мы еще сегодня говорили про сбербанк там втб касались но со все разы ни разу не говорили про тинькофф тинькофф банк что у тинькофф вот тоже тинькофф идея вреда мицелляции поэтому да он должен стоить дороже на вопросы за это фактор как он переедет вот дмитрий вопрос вы говорите часто о посеве напоминаете мне профессионального доктора скажите но с учетом того что у вас условно ну 500 700 миллионов теоретически да я так специально перемешаю всем раз подскажите неужели не выгодно было бы совершить тоже секретный посев на третьем эшелоне исходя из портфеля на 10-15 процентов те же ну вам этого ничего не было а прирост это же был класса я по да да что мешало сделать то же самое и почему вы об этом не сказали если сделали не это не сделал потому что есть такое понятие в давительном управлении по крайней мере как инвестиционная декларация я по ней просто не могу покупать такие бумаги как частный инвестор если бы я был прям активно вот управлял собственным портфелем личным скорее всего я бы так и сделал то есть я часть капитала допустим там процентов не знаю семь там восемь распределил бы вот именно эту сумму потом 30 акций да тогда да это как одна позиция условно рассматривается можно так делать но я говорю просто не ограничен там всякими правилами лимитами там и прочим я не могу акции держать допустим даже там но многих там бумаг там больше пяти процентов допустим звербанк больше 25 не могу держать а там чем выше управляющий там получается в в пифах допустим точнее пифах в нпф по вообще ограничение еще куча они не могут держать помог даже бумаги третьего котировального списка не могу держать и так далее то есть там как бы ограничение просто много по управлению есть вот на которые как бы не повлияю вот все цвы присматривает за этим делом так чтобы это это как нелогично если вы понимаете что это все равно плюс неужели вы не можете поговорить напрямую с руководителем сказать слушай он давай пять процентов хотя бы ты же видишь это выгодно в чем дело ну не знаю не доходили руки до этого как вы считаете российский рынок акций не страшно покупать сейчас на не на хаях но за исключением рост сети кубань другие хаи нет еще и здесь ртс посмотрите вообще не хотя соответственно нет ну как бы глобально если вы вот прям хотите закупиться так глобально опять таки вот этот 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 момент как бы я уже проговаривали мужества не хватает закупиться рынком когда он там стоил там 2000 пунктов пртс мужества не хватает вот то есть да вы понимаете причем вас мысли в тот момент какие ну скорее есть ну блин ну война же идет как бы но там значит какие-то экономика же как бы падает да там санкции же впереди вот там же санкции в декабре когда вели как-то все напряглись я так смотрел по формам по крайней мере все горели нет ну блин ну нет это сейчас вот рынок вырос ответ то есть они ожидали что будет падение еще больше же на тот момент я не знаю чего не ожидали я покупал еще но как бы скорее всего до думали то что ну какой-то отскок будет а дальше все будет хуже 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 но это как бы классика я там вот пример с коленом приводил что-то шел заболела колено значит в следующий день не болит думаю все там операция там мениск там все проходит три дня значит все проходит типа а ты уже думал что ампутация нужна те вот так же работает на фондовом рынке психология когда все упало допустим и вы смотрите на рынок разрушен здесь ничего нет как бы а по факту если посмотреть чуть дальше то как бы не так уж и страшно все был дмитрий а когда инвестор фиксирует смотрите вот по крайней мере дарительном управлении работает не так все работает как бы вот у нас с эти алексей переключить его там назад как бы вот пример фиксации мтс вот пример фиксации прибыли по факту ну потому что я понял то что потенциал он нулевой здесь уже на текущий момент поэтому зафиксировался а так ну как бы нет такого как у трейдера типа там купил там жду там там четыре стопа там и типа фиксирую такого нет здесь вы как бы каждый день я анализирую если потенциал в акции которыми портфель если потенциала нет я ее долю сокращу соответственно вот так это и так это работа только так получается это возможно сложно понять если вы не управляете вот это я потому что когда был аналитиком это не понимал еще до конца когда стал управляющим меня стало очевидно типа как можно иначе делать если как бы работаете вы как бы плаваете и да допустим и ваша задача плыть чуть быстрее условно как вы это делаете какие-то позиции чуть фиксируется когда вот понимаете то что там допустим уже исчерпан потенциал перекладывать еще до более интересное и так вот это такая вечная игра получается по итогу так это работает когда вы думаете о том какую акцию купить вот на что вы обращаете внимание вот есть какие-то определенные пункты вот вы решаете там купить там акцию сбербанка ну к примеру вот на какие пункты вот чтобы проанализировать в будет она расти или не будет вот есть какие-то определенные ну смотрите да здесь как бы если так очень упростить все я просто еще драйверы которые есть в акции ну то есть я пролист кучу бумаг да там куча финансовых моделей есть по каждой компании основных соответственно и я смотрю а если там драйвера если так это недооценка допустим значит как вот примерство сбербанка да почему стоит покупать его ранее ну потому что предполагаю что уже видел отчетность за там они начали публиковать там в октябре то есть там за получается октябрь то что банк реабилитировался вышел на траекторию прибыли которая у него была там до кризиса условно следующий месяц то же самое было условно я понимаю то что ага если банк вышел на такую хорошую траекторию прибыльности то скорее всего у него будет там рекордный доход за двадцать третий год предположение какая-то такое гипотеза окей значит а раз будет рекордный доход то будет рекордный дивиденд а стоит он значит там сейчас там там 160 рублей допустим я понимаю то что ага у меня значит будет большая прибыль у меня будет скорее всего высокий дивиденд из этой прибыли потому что дивидендовая политика соответственно возникает драйвер в виде высокого дивиденда все я понимаю то что ага есть на дивиденд на доходность 20 процентов ну как бы скорее всего рынок и переоценит до десятой доходности допустим как переоценить через рост акций вот это пример со сбербанком допустим как это работает пример с белугой допустим там тоже он такой простой потому что там тоже просто рос бизнеса был вот еще драйвера почему почему цена акций должна вырасти значит открываю стратегию компании вижу они говорят мы допустим хотим двадцать четвертом году выручку сделать 130 миллиардов рублей была выручка в двадцатом году 100 точнее было 63 что ли по моему миллиарда рублей как мы это достигнем мы будем открывать сети медлаб значит расширять свой бизнес таким образом и будем продавать а значит менять продуктовый микс в сторону более высокомаржинальной продукции вот вот как бы это драйвер который влияет на финансы а финанс уже влияют на дивиденды допустим на там мультипликаторы и это все приводит по итогу к переоценке акций грубо говоря вот если мы имеем ту же белугу которая стоит там не знаю две тысячи рублей и при этом у нее там в разы вырос бизнес в разы вросли дивиденды она просто не может стоить 2000 потому что они там дивиденд может быть там тысяча рублей а доходность в таком случае будет 50 процентов а дивидендная вот поэтому это это принцип по работы принцип фундаментального анализа самого по себе вы ищите где где будет прибыль вот в какой компании будет прибыль и может ли она поделиться этой прибылью если да тогда соответственно мы и покупаем мы должны предположить это и предвидеть этот момент и тогда покупаем и зарабатываем на этом. Вот как бы это в двух словах я так сказал, значит, как принцип отбора акций у меня лично есть. Вопрос такой, сколько трачу время на Алис? Ну, получается, да, так как я управляющий профессиональный, вот, то есть я хожу на работу, соответственно, у меня обязанность анализировать новости, по сути, в том числе, поэтому да. Ну, опять-таки, как частный инвестор, если рассматривать такую позицию, я бы так не делал, то есть я бы читал дайджест, наверное, в конце дня, либо в конце недели, если времени не было. Вот, допустим, как об отпуске делал. Ну, я что-то время было, там, знаете, как, вместо того, чтобы открыть там соцсеть запрещенную в России, да, открыл там по листу на Телеграм условно, посмотрел последние новости, там, по, которые были, вот, типа того, и все, раз в день зашел, посмотрел, вот, там по полюсу была новость, как раз-таки, вот, 10 июля, как раз в это время в отпуске был. Вот, я быстро глянул, все посмотрел, значит, и все. Кстати, полюс чуть подфиксировал. Так, еще вопросы? Ну, все, друзья, туда, если что, у вас неформальная часть, соответственно, да, это, кстати, привилегия тех, кто в дилинге, вот, так что, да, да, так что, всем спасибо, спасибо.